У нас наступает, вот мы подходим к этому 1612 году, когда у нас польские дела. То есть убивают этого Годунова, умирает, всех Ивана Грозного наследника убирают, и у нас вылезается Филарет. Филарет сидел в польском плену 8 лет, и он возвращается в Москву, и со своей женой Маркой, и они, конечно, станут митрополитами, они сюда приезжают, приезжают и его назначают Лже-Дмитрий, который вот на эту самую польскую ставлю, они уже начинают продвигать Романа, понимаете? Они уже их ставят на ключевые места, сначала Лже-Дмитрий первый, а потом Лже-Дмитрий второй, они их просто вытягивают на все ключевые места. Так кто тогда Роман, Пыжиков, прав, что они ставленники Запада, что они польские, вот эти ставленники? Ну, это в книге, он сам вот пишет, это так и могли. И, значит, они попросили, вот после вот всех этих дел, что здесь у них будет усыпальница. Они со всех сторон, куда их ссылали, значит, после вот эти вот, вроде бы, как бы здесь вот они сделали усыпальницу, изнесенскую церковь. Но при Петре первом все это дело стало разрушаться, пустовать, крыша потекла, и они стали просить помощи у царя, уже вот у нового царя Петра первого, чтобы отремонтировать вот эту усыпальницу Романовых. Пелевачев хотела это дело, усыпальницу Романовых, но зато откликнулся Шереметьев, который был первый подвижник о руках Петра первого. И эта Шереметьев вам сказала, хорошо, я стану спонсором, ну, типа я с вами подогнал. Но только при одном условии, что кости моих этих самых будут лежать поверх Романовых. Ну, я не согласилась. И здесь, значит, была у них церковь, шатровая церковь, которую он сносит до вот этих стен и ставит свою, типа в античном колониальном стиле, усыпальницу Романовых. Вот они говорят, что эта церковь есть один в один, а она строится в сербийской лавре, шатровая церковь, которая была. И 17 век. А с приходом Петра первого и Екатерины, они здесь все, с Петром первым приходят запустения, а с Екатериной вообще приходят просто разорения вот этих всех мест. То есть они это все разорят. И то, что Петр первый не является продолжателем этих Романовых, к ним никакого отношения не имеет, это говорит историю вот этого Новоспадского монастыря. Потому что считается, сейчас на сегодняшний момент, считается, что это вот самые-самые паломнические, это вот Романовские, это все вот Господа нашего и вот этих Романовых, и все они такие святые. И про них, значит, таким образом это усыпальница Романовых стала, это главный собор. То, что они пострадали от Годунова, они были такие белые, пушистые, знать и ведать не ведали, а Годунов там посчитал, что на него покушение они готовят, и вот он там оклеветали его, и вот стали их разорять, потому что он боялся этих конкуренции. И, значит, от них Романовых куда отдал. А Романовы у них фамилии по родоначальнику по имени Роман. То есть все-таки они, это не фамилии их Романовой, а родоначальник, но они, мне кажется, подкатились сюда, за уши притянули вот это все. Все-таки они римские, западники какие-то. И у них появился святой еще какой-то роман. То есть вот есть такой святой роман. Мы на тему, потому что она многослойная. Вот что вот...